несмотря на это сохранились вот эти вот большие выпухи которые за которые очень любит данный автомобиль действительно большой но опять же у всего свои нюансы и особенности может у вас поменьше и вы сможете сюда легко это положить чтобы вы вокруг могли смотреть и наслаждаться во время движения и это же круто то есть не отказывайте всех своих любимых привычках это у всех так а вот чего не у всех вход с юзом ну чтобы не забывали что у вас топовая комплектация хорошо будет все короче он cruiser 300 производится в японии у нас в россии он квотный что такое квота то есть ограниченное количество автомобилей выделяется на россию но и следовательно если вы не успеваете взять автомобиль в этом году там из наличия из ближайшей поставки то следовательно заказ может уйти уже на следующий год так что если вы хотите купить автомобиль покупать у нас toyota on cruiser 300 на данный момент представлен в трех комплектациях это elegance комфорт плюс и 70-летие будут так и называть и плюс будет комплектация dr sport у нас сегодня обзоре комплектация 70-летие зависимости от комплектации на он cruiser 300 может быть два типа фар комплектации elegance у нас фары будут рефлекторного типа они будут светодиодные но они будут рефлекторного типа то есть свет на дорогу будет попадать от зеркал да то есть отраженный свет попадает на дорогу начиная с комплектации комфорт плюс вот будет вот такая вот оптика то есть полностью светодиодная как передняя так и задние то есть как видите здесь у нас уже линзованная оптика если мы рассматриваем комплектацию комфорт то данная оптика умеет выключать и включать дальний свет то есть когда она видит встречный транспорт она выключает дальний свет как только встречный транспорт приезжает она вновь его включает а если же мы рассматриваем комплектация 10-летие там оптика уже не просто включает выключает она выделяет встречные потоками транс то есть машина продолжает светить дальним светом но выделяет только эту зону которая может ослеплять находить их встречном или поток в Laser также вместе с этой оптикой на своем появляются и плюс нас появляется ее туманки в продых ланки ответить а не у нас полностью это также вместе с этим типом пару нас светодиодные поворотники последовательным включением на если мы рассмотрим коммон results комфорт там будет за поворотники 8 галогеновые лампочки перед тем как говорите подкапотном пространстве хотела благодарить за то что вы смотрите и оставляете комментарии очень приятно их читать но не все но в любом случае входить с вами дискуссию это действительно здорово потому что есть бывает так что какие-то ошибки или неточности я допускаю во время рассказа и благодаря вашим комментариям я стараюсь следующем обзоре эти уже неточности как в речи так и в принципе в рассказе устранять так что большое вам за это спасибо еще очень важный момент я кажется не знал вы можете просмотреть данное видео с ускорением x2 то есть то достаточно все просто внизу снизу вот здесь вот берете и нажимаете скорости x2 то есть вы легко можете просмотреть данный обзор не за там 50 минут а за 25 вот так что пользуйтесь плюс напоминаю нас есть с вами тайм-код внизу следовательно все блоки мы выводим отдельно чтобы вам было удобно и комфортно смотреть то есть вы выбираете то что вам интересно и смотрите именно это но мы продолжим дальше итак у нас на автомобиле установлена система т-марк что такое система т-марк то есть по автомобилю разбросано 10000 точек каждой точке свой пин мы не свой пина в каждой точке есть пин пин код привязан к вин номеру где эти точки установлены не знает никто кроме завода производителя и если вдруг произошло такое что автомобиль уехал его нужно найти то по запросу органов правоохранительных компания дает непосредственно информацию где располагаются эти точки вот и эти точки располагать пара понятно разных элементах вашего автомобиля и при 60-кратном увеличении вот только можно увидеть что там написано то есть это дополнительная защита вашего автомобиля конечно у нас автомобиль и сигнализация там все это есть вот но еще вам советую если вдруг вы хотите максимально комфортно обезопасить автомобиль поставьте авторскую сигнализацию под капотом у нас на данный момент представлен только один вариант двигателя это бензиновый но в ближайшем времени будет и дизельный двигатель о дизельном как таковой пока информации нет то есть потому что только автомобиль появился обзор мы только что снимаем так что возможно уже в тот момент когда вы смотрите данный выпуск информации есть так что переходите на сайте и знакомиться с этим двигателем подробнее значит а если мы рассматриваем дизель бензиновый двигатель то о нем информация представлена что это у нас v-образная шестерка то есть данный двигатель давно разрабатывали уже три года он 17 года на рынке его как раз ввели в эксплуатацию для того чтобы заменить v-образные восьмерки то здесь v6 с двумя турбинами эти турбины включаются поочередно то есть на низах включается одна турбина когда наоборот выше включается другая турбина то есть у нас нет совершенно turbo ям и двигатель тянет снизу если мы рассматриваем обычный 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 двигатель то есть атмосферный там тяга приходит как правило на 4000 оборотов здесь же тяга у нас начинается чуть ли уже не с 2000 оборотов то есть практически самых низов уже максимальная тяга и до высоких оборотов она сохраняется и так данный двигатель v35a-fts v-образная шестерка три с половиной литра 415 лошадиных сил 650 ньютонов метров крутящего момента доступных с 2000 оборотов разгон от 0 до 100 километров в час занимает 6 и 8 секунд расход в смешанном цикле 12 и 1 литр максимальная скорость 210 километров в час двигатель соответствует стандарту евро 6 всю мощность двигателя все эти 650 ньютонов на колеса позволяет передать десяти ступенчатая классическая коробка гидротрансформатор direct 10 shift так он вроде называется эта коробка производства компании айси но для понимания сен самый надежный производитель коробок на один из самых надежных производителей коробок вот ну и он принадлежит компании той по факту тойота просто отдельно так скажем организация в рамках данной на корпорации 10 ступеней они как раз и позволяют нам снижать расход топлива то есть это позволяет нам не поднимать оборот двигателя высоко и следовательно чем ниже обороты где тем меньше расход топлива вот так все у нас работы на万квази chez триста может быть по факту три типа полного привода то есть всегда он полный long cruiser 300 имеет всегда три дифференциала межосевой и передние и задние межколесный дифференциал в комплектации элеганс у нас нет блокировки дифференциал а в комплектации 70 лет и у нас появляется межколесный блокировка дифференциал а в комплектации комфорт plus eager у нас появляется три блокировки дифференциал Межосевая блокировка дифференциала, блокировка заднего дифференциала и блокировка переднего дифференциала. Но неважно, есть ли у вас физические блокировки дифференциала или нет, всегда будет имитация межколесного дифференциала. То есть, когда автомобиль понимает, что одно из колес пробуксовывает, тормозная система блокирует вот это вот буксующее колесо, сохраняя крутящий момент на том колесе, которому в данный момент нужна эта тяга. Начиная с комплектации Comfort Plus и выше, у нас с вами есть Auto Multi Terrain Select. То есть, это система автоматического выбора режима работы систем помощи при движении по бездорожью. То есть, здесь у нас есть режим ROG, что значит скалы, ROG и DIRT, это камни и грязь, LOWS ROG, это камни и гравий, MOGUL, это бугры и рытвины, MUT и SEND, это грязь и песок, и режим SNOW, это снег. Каждому режиму движения система соответствует та или иная допустимая степень пробуксовки колес. Ну, от минимальной в режиме ROG до практически отключенной в режиме MUT и SEND. Также для того, чтобы комфортно передвигаться на бездорожье, у нас есть система Off-Road Turn Assist. Да, это у нас система, которая позволяет двигать, поворачивать на, так скажем, недорожье. То есть, она подтормаживает заднее внутреннее колесо. Габариты Toyota Land Cruiser 300, вес автомобиля 3230 кг, длина автомобиля 4 метра 96 сантиметров, ширина автомобиля 1 метр 98 сантиметров, высота автомобиля 1 метр 92 сантиметра, колесная база 2 метра 85 сантиметров. Дорожный просвет составляет 230 миллиметров. Угол въезда Land Cruiser 300 32 градуса, угол съезда 26,5 градусов. Для примера Land Cruiser 200, угол въезда 30 градусов, угол съезда 20 градусов. Гарантия на Land Cruiser 3 составляет 3 года или 100 тысяч километров пробега, что наступит раньше. Межсервисный интервал раз в год или раз в 10 тысяч километров пробега, тоже что наступит раньше. Обкатку как таковую проходить не нужно, но мы рекомендуем вам до прохождения нулевого ТО, который наступает спустя тысячи километров с момента покупки или спустя месяц с момента покупки, лучше дать притереться вам к автомобилю, а автомобилю к вам. То есть экстренно не тормозить. То есть если, конечно, нужно тормозить, но все-таки дать притереться тормозной системе вам к ней, а ей к вам. Ну и не ехать на одной скорости, то есть стараться изменять скоростные режимы. А дальше уже после прохождения нулевого ТО можете уже, так скажем, эксплуатировать его по полному. Гарантия на сквозную коррозию составляет 10 лет. В зависимости от комплектации у вас диски могут быть разного диаметра. Если мы рассматриваем комплектацию Comfort и комплектацию Elegance, диски будут 18 диаметра. Отличительно особенность том, что только то, что на Comfort диски будут черные. Если мы рассматриваем нашу комплектацию 70-летия, здесь у нас колеса 20 диаметра. Значит, это 265, 55, R20. А 18 это 265, 65, R18. В комплектации GR диски будут тоже черного цвета. Единственное, вот вроде бы они будут 20 диаметра, но вот пока точной информации нет. Но то, что черные будут, это факт. Все колеса оснащены датчиком давления шины. То есть когда одно из колес спущено, информация об этом приходит вам на приборную панель. На Land Cruiser 300 может быть по факту три типа подвески. То есть первый тип подвески, который идет в комплектации Elegance, это обычный амортизатор, обычные пружины. Вот, ну, это тут понятно. Значит, второй тип подвески, который идет в комплектации 70 лет. Значит, адаптивная подвеска EVC подстраивается под характеристики покрытия. Или вы можете выбрать один из трех вариантов жесткости адаптивной подвески. Это Comfort, Normal и Sport. Позволяет выбрать предпочтительные режимы для любых условий движения. Система позволяет снизить как клевки передней части автомобиля при торможении, так и просадка задней части при разгоне. Плюс система успешно компенсирует колебания длинной волны при движении на волнистой дороге и сильные вибрации при резких неровностях дороги. То есть у нас амортизатор становится или более мягкий, или более жесткий. В них жидкость становится более вязкой, следовательно, более жесткой, или менее вязкой, следовательно, более мягкой. Вот. То есть данный тип подвески, он компенсирует крены. То есть у нас не будет кренов в автомобиле, когда вы будете тормозить. Если вы будете стартовать, вы не будете, так скажем, клевать. Ну, точнее, не клевать, а задняя часть не будет проседать. Вот, в общем, все так, как нужно. Комплектации Comfort и GR Sport. У нас появляется инновационная подвеска. Да, то есть у нас также сохраняется EVC. Плюс новое поколение систем кинетической стабилизации подвески. AKDSS. Значит, электронное управление не только блокировкой стабилизаторов поперечной устойчивости передней и задней оси, но и переднего, левого и правого колеса. Без привязки оснастительно положения другого стабилизатора или его частей. Открывая и закрывая предпусковые клапаны, система делает стабилизаторы вертикально максимально подвижные, либо, наоборот, жестко фиксирует, тем самым резко снижая до нуля их вертикальную подвижность. Значит, плюс, что здесь уже автомобиль у нас хорошую имеет управляемость на асфальте с этим типом подвески. За счет этого мы получаем более большой ход подвески на бездорожье и уменьшение бокового крена в поворотах. Колесные арки изнутри. Передняя у нас пластиковая защита. Если мы рассматриваем задняя, то там она у нас тканевая. Следовательно, когда камушки будут попадать непосредственно на нее, акустические шумы от этих камней в салон попадать не будут. Land Cruiser 300 продолжает быть рамным внедорожником. Но рамы теперь нового образца. То есть новая архитектура рамы. Laser Tellering Blank. Вот так вот. Ну, в общем, смысл в чем? Что высокопрочные стали соединены за счет лазерной сварки. То есть, если мы рассматриваем обычную сварку, это один элемент, второй элемент, и между ним наносят третий элемент, который как раз соединяет. А лазерная сварка, это у нас когда один элемент, второй элемент, и под высокой температурой эти два элемента, так скажем, сращиваются. Это еще более прочная конструкция. Практически все внешние элементы кузова выполнены у нас из алюминия. То есть, все алюминиевое, кроме задних крыльев. Ну и, следовательно, вот этой тоже части. То есть, она тоже у нас выполнена из обычной стали. Важный момент. То есть, верхняя часть стала легче. Сам кузов по себе стал, рама стала чуть легче. То есть, общее сокращение веса, то есть, похудело он у нас аж на 120 килограмм, если мы сравниваем по сравнению с Land Cruiser 200. То есть, тот весит 3,350, а этот 3,23. То есть, представьте, 120 килограмм сбросил автомобиль с добавлением всяких инновационных штук. На выбор один из десяти вариантов расцветки. Белый и черный совершенно бесплатные, то есть, обычный белый и черный. Дальше у нас появляется шесть цветов в металлик. Это за дополнительную плату порядка 43 тысяч рублей. И порядка 63 тысяч рублей, еще два цвета перламутр. На данный момент в салоне сейчас представлен автомобиль в двух цветах, в белом и в черном. Напишите в комментариях, очень интересно ваше мнение, в каком цвете вам больше он нравится. С точки зрения визуального облика, автомобили отличаются. То есть, вот у нас с вами комплектация Elegance, комплектация Comfort и комплектация 70-летия. Но эти отличия не такие существенные, как вот будут в комплектации Jarsport. То есть, в комплектации Jarsport у нас с вами появляется, во-первых, большая надпись Toyota, ну, чтобы точно не ошибиться, на передней решетке радиатора. Плюс у нас с вами накладки на крылья, они черные. Плюс у нас нижняя часть бампера черная. То есть, здесь сделано все для того, чтобы когда вы неслись на своем Jarsport по гравию, нижняя часть не испытывала какого-либо дискомфорта, встречаясь с камушками. Ну, в общем, все на внедорожном спорте. Шумоизоляция. Здесь прям производитель отдельно выделяет этот пункт. Во-первых, у нас шумоизолирующие переднее лобовое остекление, плюс боковые стекла. Стекла у нас двойны. Плюс, как говорит производитель, у нас в дверях дополнительная пена, которая улучшает шумоизоляцию. Вот менеджеры, которые уже катались на этом автомобиле, говорят, существенное отличие по сравнению с 200-кой. Ну, и как я уже говорил, то есть задние колеса на арке с фетровой защитой, а если мы рассмотрим 200-ку, там никакой защиты в задних колесах арок нет. И плюс подкапотное пространство, значительно лучше шумоизолировано. В общем, все для того, чтобы было максимально комфортно. Во всех комплектациях у вас будет вот таких вот два ключа. Ну, в принципе, ключом вы пользоваться, наверное, и не будете никогда. Почему? Потому что, когда ключ у вас в кармане или в сумке, вы можете легко открыть дверь безключевым способом. То есть, подходите к автомобилю, тянете за ручку, дверь открывается, нажимаете на виртуальную кнопку, двери закрываются. Важно, безключевое открытие действует на всех четырех дверях и на крышке багажника. Как видите, у нас также с вами электроскладные зеркала. Автозатемнение зеркала идет у нас во всех комплектациях. Пороги у нас идут только, начиная с комплектации Comfort Plus. То есть, Comfort Plus, 70 лет и GR Sport. Вот, в комплектации Elegance порогов у нас нет. А пороги, кстати, необычные, пороги с подсветкой. И также вы легко можете на них встать, если вдруг вас не пускают внутрь, и держаться за рейлинги. А вот рейлинги у нас идут, кстати, во всех комплектациях. Для всех комплектаций Lan Cruiser 300 доступна система, точнее приложение, или как правильно назвать, Toyota Connect Service. Что это за сервис? То есть, с помощью автомобиля вы можете, первое, контроль зарядки аккумулятора. Дальше, посмотреть историю поездок, детали маршрута, длительность, пробег, средняя скорость, а также резкие ускорения и торможения. Техническое обслуживание вы можете посмотреть, когда нужно его проходить. Индикатор панели прибора, то есть, вся информация, которая появляется, вы можете, не заходя в инструкцию, посмотреть благодаря этому приложению. Плюс у вас в рамках данного приложения вы можете сохранить напоминание, то есть, сделать его как-то напоминатель. И у нас есть с вами точка доступа, Wi-Fi, да, то есть, внутри ваши пассажиры сидят и могут пользоваться этой точкой доступа. 10 гигабайт у вас в месяц с предоплаченным обслуживанием в течение года. Ну, еще маленькая одна отличительная особенность комплектации 70-летия от других, то, что у нас есть подсветка. Когда вы открываете дверь, у вас проекция на землю 70 лет. Ну, чтобы не забывали, что у вас топовая комплектация. Перед тем, как говорить о водительской двери, хочу поблагодарить за то, что вы подписываетесь. И если еще не подписались, буду благодарен, если вы это сделаете. Тут все достаточно просто. Внизу подпись, и если лайк, и комментарий, а за комментарий вообще вдвойне спасибо. Расстояние от пола до нижней части подножки 28 см. Расстояние от пола до порога 60 см. Итак, с точки зрения интерьера. Здесь у нас практично. Все максимум практично. То есть, мы сейчас спорили и с покупателями, и с продавцами. Все говорят, что за такое они придумали шов сверху. Ну, действительно, вот это у нас мягкий пластик с приятным мягким пластиковым швом. Зачем? Ну, давайте так. Это все-таки практичный автомобиль. И если мы представляем, что этот автомобиль активно используется в арабских странах, где много пыли, с этими материалами значительно проще взаимодействовать. Вот. Это раз. Далее. Мы спускаемся к перчаточному ящику. То есть, он уже покрыт непосредственно искусственной кожей. Как раз именно то, с чем вы можете контактировать. И руками, и коленями. Вот. И также искусственной кожей покрыт эта боковая часть. То есть, вся зона, с которой вы взаимодействуете, она классная. Она мягкая, хорошая, понятная. Перчаточный ящик у нас с замком. То есть, если вы легко можете закрыть все свои тайны на ключ. Нужно. И здесь же у нас располагается модем. Потому что наш автомобиль, напоминаю, имеет возможность раздавать Wi-Fi. По уместительности сюда вы можете положить листок формата А4. Но когда вы будете закрывать, он, следовательно, помнется. И также здесь у нас, кстати, скрывается возможность заменить салонный фильтр. Все просто, все легко. Потолок во всех комплектациях будет светлый. А вот только в нашей комплектации он будет вот такой вот темный. Это очень материал похож на алькантару. Но по факту это просто такая мягенькая, примягенькая ткань. Вот. Дверная карта, она выполнена из тех же самых пород, что и центральная часть. Итак, верх. Это у нас такой мягкий пластик с приятным таким пластиковым швом. После мы спускаемся к отделке из эко-кожи. Да, вот такая вот часть, которая любит притягивать отпечатки пальцев. Красиво, здорово. Значит, тут это у нас вставка под дерево. Изнутри ручка, она пластиковая. Вот. И вот эта вот часть, она мягенькая. Ну, то есть, тоже в единстве вот с этой, с этой частью. Но вот тут, несмотря на то, что такой грубоватый пластик, он все-таки мягкий. То есть, когда ваши локти будут с ним встречаться, никакого дискомфорта ваши локти испытывать не будут. Ну, и пространство, правда, не особо большое для того, чтобы что-то туда положить. Сидения зависимой от комплектации будут разные. Если мы рассматриваем элеганс, то у нас сидение тканевое. Если мы рассматриваем комплектацию комфорт, сидение будет из синтетической кожи. Если же мы рассматриваем комплектацию 70-летия, это будет сочетание синтетической и натуральной кожи. По цветам и тканей кожи синтетической и обычной они могут быть как темные вот такие черные, так и бежевые светлые. Потолок идет в комплектации 70-летия, черный. В остальных комплектациях он светлый. В комплектации элеганс сидения будут регулироваться механическим способом. Ну, а в комплектации комфорт плюс 70-летия и GR Sport они будут регулироваться электрическим способом по 8 регулировкам. Итак, сидения могут сдвигаться вперед, назад, подниматься вверх, опускаться вниз. Подушка поднимается, подушка опускается, спинка наклоняется, спинка поднимается. И что очень приятно, что можно делать сразу два действия одновременно. То есть, сдвигать вперед и, например, сдвигать спинку. То есть, это здорово. И спинка может наклоняться прямо до самой подушки сидения второго ряда. То есть, прямо максимальный горизонт. Начиная с комплектации комфорт плюс, сидения у нас с вентиляцией. Говоря о спинке. То есть, вот как видите, здесь подголовники другие, по сравнению с двухсоткой. То есть, здесь прям хорошо, и вот они прям достают до верха моей головы. То есть, действительно, сидеть удобно, и самое главное, они такие очень мягенькие и хорошие. Вот, ну и также не хочется ничего под них подкладывать. То есть, никаких дополнительных подушек подкладывать под них не хочется. По комфорту размещения в этих сидениях. Если я сдвигаюсь максимально влево, то у меня здесь помещается практически целая ладонь. Нога. Как видите, вот если я сдвигаюсь так, как сижу обычно, как и сижу обычно, то нога у меня немножечко провисает. То есть, здесь встает примерно два пальца. Вот, если я отодвигаюсь подальше, то здесь нога совсем не провисает. Спинка имеет более развитую боковую поддержку, она имеет эту боковую поддержку в нижней части, вот, а наверху, чтобы вашим крыльям было хорошо, этой поддержки нет. По высоте спинки самой, как видите, она достаточно высокая. То есть, плечами я за нее не выхожу. И это хорошо. Сейчас нахожу в самом нижнем положении, и когда у нас с вами люк, расстояние до потолка у меня получается три пальца. Если бы у нас с вами не было люка, то расстояние до потолка было бы примерно целый кулак. Вот, кулак 12 сантиметров. Ну, а если я поднимаюсь максимально вверх, то упираюсь хорошо головой в потолок, следовательно, ход здесь целый кулак. Расстановка ног то, что нужно. То есть, под правильным углом ноги стоят, то есть, их не хочется вот к себе подвигать, вот, прям по постановке мне очень нравится. Вот, но если все-таки захотите вы ноги подвинуть к себе, то тут вы встретите определенные препятствия, препятствия, потому что здесь есть вот такой вот бордюрчик усиливающий, на котором располагается наше кресло. Вот, если я отодвигаюсь, кстати, максимально назад, то ноги продолжают оставаться на полу. Вот, то есть, если ваш рост там два с лишним метра, то хорошо будет все, короче. Колесная база 2 метра 85 сантиметров, и это важный показатель для внутреннего пространства салона, потому что мы сидим как раз между колесами. Но на равных автомобилях это не так ощутимо, по той причине, что мы сидим немножечко над колесной аркой. Бесключевым способом, да. Ну, не прям широко она открывается. Итак, насколько комфортно попасть внутрь? Подножка, ручка, сели. Ну, кстати, вот, несмотря на то, что дверь не широко открывается, нет такого дискомфорта с точки зрения попадания внутрь салона. Вот, например, занести большое детское кресло, наверное, будет не так легко, как если бы дверь раскрывалась бы, если бы дверь раскрывалась широко. Итак, максимально расставив ноги, раз, два, три, ну, три кулака, три кулака. Вот, ну, да, для 2 метра 85 сантиметров очень даже хорошо. Итак, посадка. Дверь открывается, ручка нам помогает, подножка тоже. Раз, два. Ну, чуть-чуть нагибаюсь головой, пригибаюсь, да, и пробираюсь. Итак, расстояние самим за собой. У меня получается кулак и три пальца. Если я хочу, то могу еще поднажать, и будет аж четыре пальца. Несмотря на то, что у нас сидение с вентиляцией, можно сделать такое. Ноги можно протолкнуть вперед, но только если вы поднимете сидение переднего пассажира или водителя. Потому что так вот я проталкиваю, ну, и они как бы встречают препятствия. Между ногой можно поставить еще примерно пол ноги, достаточно не широко. Но если вы поднимете дужку, то ноги вы сможете протолкнуть достаточно далеко, потому что дефлектор вдали. Подушка. Как видите, у нас с вами не особо поднятый верх, по этой причине здесь немного провисает нога. Ну да, если бы я сидение сдвинул вперед, поднял бы их вверх, то можно было бы вытянуть ногу вперед, тогда бы нога не провисала. Но в данном случае нога провисает, и получается здесь порядка трех пальцев входит. Расстояние от края сидушки до колена получается также три пальца. То есть по длине сидение точно такие же, как сидение водителя и пассажира. Спинка у нас регулируется. То есть это максимально откинутое положение. Если я в нем нахожусь, то расстояние от головы до потолка получается целый кулак. И очень мне нравится, кстати, что здесь ровный потолок. Здесь нет таких выпуклостей, как бывает у других производителей. То есть здесь прямо очень даже достойно. Вот, это раз. И если я перехожу максимально в вертикальное положение, то я упираюсь волосами в потолок. Значит, что у нас есть с точки зрения комфорта? Ну, во-первых, у нас есть справа мягкий подлокотник. И также слева у нас есть центральный мягкий подлокотник. Вот. Удобно, хорошо. И мне нравится, что он не особо широкий. Точнее, посадочное место не особо широкое. Следовательно, не нужно тянуться куда-то вперед, чтобы положить локоть на этот подлокотник. Значит, здесь у нас подстаканник. Подстаканник, к сожалению, без фиксатора, но глубокий. Следовательно, если вы сюда что-то поставите, оно вряд ли выскочит. С точки зрения трансформации, помимо подлокотника, мы можем сложить еще вот эту центральную часть. Ну, правда, как видите, она складывается так достаточно резко, да. Вот. Так что будьте аккуратны. Когда она сложилась, следовательно, у вас образуется пространство, и вы можете перевозить длинногабаритные грузы. То есть там лыжи, сноуборд. Но, правда, туда образуется достаточно такой существенный бордюр. Но, с другой стороны, почему бы и нет. Итак, значит, с точки зрения комфорта, что у нас предлагается? Ну, во-первых, у нас, если мы рассматриваем комплектацию, все, что выше элеганса, то есть комфорт и выше, у нас с вами будет четырехзонный климат-контроль. То есть две зоны для передних пассажиров и водителя. И две зоны для нас, для второго ряда сидений. Вы можете выбрать температуру, скорость вращения вентилятора. Вот. И непосредственно, куда он будет дуть. Вот. Ну, или просто нажать авто, и он сам все сделает красиво. И, начиная с комплектации 70 лет, то есть у нас с вами появляется обогрев задних сидений, и плюс вентиляция задних сидений. То есть такого я нигде у кроссов, у джипов не видел, а вот здесь вот есть. То есть вентиляция задних сидений. Также, что у нас предлагается снизу, у нас две розетки USB-C и розетка на 12 вольт. Максимально 120 ватт вы можете к ней подсоединить. Также у нас дополнительно идут дефлектора. То есть у нас есть ножные дефлектора, центральный дефлектор, потолочные дефлектора, плюс еще есть дефлектора, которые располагаются вот здесь. Да, то есть чтобы со всех сторон вы были обогреты или охлаждены. Наверное, как-то так. Так, можно здесь сеть проем? Да, можно. У нас три ремня безопасности, три подголовника, вот. И, в принципе, достаточно невысокий, но широкий тоннель. То есть когда я сажусь по центру, вот, ноги я сюда ставлю. В принципе, 46 размер сюда встает, ну, прям вот прям совсем впритык, то есть 44, наверное, было бы еще более-менее нормально. Ну, как видите, ноги задраны. Если я ставлю ноги своим соседевцам, то это не особо комфортно. Напоминаю, что у нас там места под сидушкой, в принципе, нет, то есть полноги. Вот, а вот сюда сбоку ногу поставить, ну, не прям хорошо, потому что она как-то под углом встает. Вот, так что все-таки, конечно, это больше двухрядное исполнение. Ну, или вот так вот ноги задраны. Хотя можно сюда поставить ребенка, но в любом случае он тогда будет цеплять ногами за вот эту красивую климатическую систему. Потому что они любят обычно ногами шебуршать. Что еще предлагается для пассажиров второго ряда? Ну, во-первых, вот такая вот подсветка. Подсветка светодиодная, три лампочки освещают пространство или слева, или справа. И на потолке у нас вот такие вот микрофончики, которые будут улавливать ваш голос, когда вы будете общаться по громкой связи. Ну, то есть по протоколу Bluetooth. Стекла у нас как передние, так и задние с авторежимом. То есть один раз нажав на кнопку, вы опускаете стекло. И, как видите, оно опускается вровень с дверью. И, вообще говоря, в проеме. То есть у стекла много места. То есть, ну, точнее, много здесь стекла. И по этой причине, получается, я сижу, как видите, над оконной вот этой вот рамой, как правильно сказать, да? Почему? Потому что машина высокая. И, следовательно, и тут не нужно пассажиров второго ряда максимально вот так вот обезопасивать, делая вот досюда вот стекла. Ну, и плюс у нас, напоминаю, что боковые подушки безопасность. Верхняя часть здесь выполнена из такого же пластика, как и верхняя часть для переднего пассажира и водителя. Следовательно, равноправие. С точки зрения безопасности второго ряда сидения есть крепление для установки детских кресел системы ISOFIX. Очень красиво скрытые вот такой вот кожаной накладочкой. 10 подушек безопасности. То есть две фронтальные, две боковые встроенные в сидение, две боковые встроенные в заднее сидение. Шторки, которые открываются на все три, ну, на все три ряда, назовем так, три ряда, да? И плюс еще две дополнительные подушки безопасности. Это коленная для водителя и коленная для пассажира. Вот, так что с точки зрения краш-тестов 300-ка все лучше и лучше. Ну, то есть, в принципе, хотя уже не было лучше, некуда лучше, но, опять же, стало еще лучше. Знакомьтесь, задняя часть Land Cruiser 300. Теперь она будет такая всегда. Ну, по крайней мере, ближайшие лет 20. Потому что, ну, чем хороша Toyota? Потому что она редко делает обновления, и по этой, кстати, причине автомобили очень хорошо сохраняют свою стоимость. Да, то есть это вообще, Cruiser, это лучшее, что, ну, на вторичном рынке продается. То есть с сохранением стоимости, а даже некоторые продаются за ту же цену, за которую и покупались. И, может быть, даже дороже. Итак, что у нас вообще предлагается вот здесь? Ну, во-первых, у нас с вами снизу выхлопная труба. Однопоточная выхлопная труба, которая смотрит вниз, да, то есть никогда вы не испачкаете тех, кто позади вас. Дальше, снизу у нас полноразмерное запасное колесо, да, на литом диске. Также у нас есть с вами подготовка для установки фаркопа. То есть вот, когда мы с вами снимаем вот эту вот крышечку, за ней есть 4 отверстия, куда вы можете установить фаркоп. Тяговой возможностью фаркопа 750 кг прицеп без тормозной системы и 3,5 тонны прицеп с тормозной системой. Максимальная нагрузка вот на этот сам крюк – это 140 кг. Далее, поднимаемся выше и видим, что на бампере у нас располагаются парктроники, но это прерогативы комплектации комфорт и выше. То есть в элегансе задних парктроников нет, но, начиная с элеганса, у нас есть камера заднего вида. То есть, если нет парктроников, не беда, есть камера заднего вида. Камера заднего вида с динамической разметки, камера заднего вида, самое важное, на сомывателе. Вот, а о том, как она работает, мы поговорим позже. Значит, далее. У нас с вами бесключевое открытие, начиная с комплектации комфорта. И, начиная с нашей комплектации 70 лет, у нас бесключевое открытие с помощью ноги. То есть, раз, сделали, два, она открылась. Когда крышка багажника открывается, у нас с вами образуется большого размера багажное отделение, да, то есть, большое пространство. Когда крышка поднята максимально вверх, то есть, вот я подхожу, рост 190, подошва, ну, прямо впритык, то есть, 192 где-то расстояние и есть. Итак, погрузочная высота у нас здесь получается 90 сантиметров. И очень здорово, что вот здесь такой, как бы, бордюрчик определенный. Что это дает нам? То есть, у нас бесключевым способом открывается крышка багажника. И если мы рассмотрим предыдущую версию, 200-ку, то здесь была вот такая защита, ну, условно говоря. То есть, крышка багажника лилась на две части. Здесь же у нас сейчас одна крышка багажника. И поэтому, если бы, например, активно погоняли и бесключевым способом открыли свой автомобиль, могло бы что-то выскочить. Ну, вот благодаря вот этому бордюрчику, причем правильному бордюрчику, не такому жесткому, через который нужно будет что-то перетаскивать, а который вот именно остановит что-то во время выпрыгивания. Вот, это вот прям действительно здорово. Багажное отделение у нас правильной формы. И, как видите, оно вот, с учетом особенностей кузова, оно получается прям максимально ровное. То есть, эта часть сета у нас, ну, практически на одном уровне. Следовательно, багажное отделение, оно прям, ну, действительно хороших габаритов. Итак, что у нас здесь располагается? Ну, во-первых, розетка на 220 вольт, 100 ватт максимум. Ну, для понимания, то есть, у нас чайник там 1200 ватт, вот, следовательно, чайник, какая-то розетка подсоедить нельзя. Это раз. Дальше у нас есть подсветка с левой стороны, плюс у нас есть колонки. И в полу у нас есть крючочки, между которыми вы сможете натянуть сетку, опять же, для того, чтобы разместить грузы так, чтобы они не ускакали. Вот здесь у нас под пол, под полом у нас скрывается пространство, где лежит комплект инструментов, и еще также что-то можно положить. Напоминаю, что запасное колесо у нас располагается снизу автомобиля. Селень у нас складывается в пропорции 40, 20, вот так, да, и 40. Вот, но понятно, что вот эта вот часть, если вы будете складывать, сложится и вот эта центральная тоже. Плюс, смотрите, значит, серень у нас, когда вот так вот, просто вы можете так сложить, зафиксировать, то есть здесь образуется большой достаточно бордюр, или можете их поднять. Чтобы поднять, вам нужно еще раз дернуть за рычажок. Вот так, все, и они поднимаются. И когда они поднимаются, у нас с вами здесь образуется совершенно ровная поверхность. Ну и давайте, наверное, поговорим о габаритах. Габариты багажного отделения Land Cruiser 300. Ширина дверного проема 129 см, высота 93 см, по диагонали 138 см, ширина в зоне до колесных арок 132 см, ширина в зоне колесных арок 103 см, расстояние от пола до ажпторки 50 см, расстояние от пола до потолка 100 см, глубина багажного отделения 114 см, расстояние от крышки багажника до сложенной спинки сидения второго ряда 170 см, расстояние от крышки багажника до центрального подлокотника 200 см, по диагонали 240 см, расстояние от крышки багажника до поднятого кресла второго ряда 170 см, по диагонали 200 см. Во всех комплектациях водительское кресло имеет электрорегулировки по 8 направлениям То есть те же самые, что и пассажирское То есть мы можем сдвигаться вперед, назад, подниматься вверх, опускаться вниз Подушка поднимается и опускается, спинка наклоняется и поднимается Плюс две дополнительные регулировки поясничного отдела То есть у нас подушка под поясницу сдувается или подушка под поясницу сдувается Это что касается регулировок Плюс в нашей комплектации 70-летия появляется память сидения Память сидений для трех водителей Ну или для одного водителя в трех разных положениях Руль во всех комплектациях у нас именно такой Многофункциональный круглый Отличительная особенность только в том, что если мы рассматриваем комплектацию Elegance Не будут таких вот деревянных вставок И плюс в комплектации Elegance не будет электро Хотят, неправильно говорить, надо сказать, что будет А будут у нас в комплектации Comfort и 70 лет Будет электрорегулировка руля То есть руль у нас регулируется электрическим способом Если мы говорим о комплектации Elegance, то там будут механические регулировки Руль у нас гидроэлектрический То есть он, вы можете управлять одним пальцем То есть когда вы заводите автомобиль, он, руль прям максимально легкий Когда ваша скорость увеличивается, руль становится таким правильным и ливным Это сделано не только для того, чтобы вам было хорошо Но также для того, чтобы разные помощники могли легко управлять вашим автомобилем Там удержание в полосе, но об этом мы во всем поговорим позже На руле у нас все необходимое То есть слева кнопки управления, взаимодействия с центральной приборной панелью Плюс управление громкостью мультимедиа А справа кнопки, как раз отвечающие за эти помощники Ну и помимо электропривода руля, у нас также есть и обогрев руля Тоже в комплектации Comfort, 70 лет, ну и там понятно, что GGR Sport Здесь, когда вы прислоняете, вы можете запрограммировать, чтобы он вас определял по отпечатку пальцев Вот, то есть, следовательно, когда вы заводите, все настройки ваши подтягиваются согласно тому отпечатку, который он считал Вот такая вот приборная панель, то есть центральная цифровая приборная панель 7-дюймовая идет, начиная с комплектации Comfort Если мы рассматриваем комплектацию Elegance, то она будет более скромненькой Что у нас на приборной панели есть? Ну, в принципе, все необходимое, вся необходимая информация, которая должна быть перед вашими глазами Которую вы хотите вывести перед своими глазами, мы можете ее вывести Плюс вы здесь можете взаимодействовать с, опять же, если мы говорим о большом количестве всяких помощников То также здесь вы сможете с ними взаимодействовать Ну и, конечно, также на приборную панель выводится информация относительно давления в шинах Ну вот, в общем, все, что нужно, здесь есть Поднимаем взгляд выше, и тут видим мы, опять же, только в комплектации 70-летия проекцию на лобовой стеклу Проекция на лобовое стекло хорошего разрешения Сейчас вот мне свет светит в глаза, но все равно я ее вижу, вижу хорошо То есть здесь у нас информация выводится о помощниках, здесь у нас информация выводится о скорости И также информация выводится о знаках тех, которые вот наш автомобиль считал Ну, чтобы всегда мы были осведомлены И самое главное, что все это перед нашими глазами То есть не нужно опускать взгляд вниз и, следовательно, отвлекаться на дороге Все самое важное на уровне глаз С точки зрения размещения, вот сейчас я понимаю, насколько хорош мягенький подлокотник Но сразу скажу, что он не особо широкий То есть если ваши руки прям большие, рука будет немножечко спадать Потому что, объективно говоря, дверная карта достаточно узенькая А вот слева у нас прям подлокотник так подлокотник Ну, давайте обо всем немножечко по отдельности Значит, с точки зрения посадки здесь все очень хорошо Большой подлокотник справа, практически большой подлокотник слева Но что мне очень нравится, это зеркала Очень здорово, что зеркало перенесли вот отсюда, вот сюда Да, то есть раньше оно было вот здесь, сейчас оно вот здесь То есть раньше оно было выше, и, следовательно, обзорность была хуже Вот, а сейчас обзорность прям то, что нужно То есть, но, опять же, если вы скажете От этого ухудшивался обзор вот в боковых зеркалах Нет, зеркала отменные, большие, вот, на своем месте Но, опять же, обзорность теперь вот вправо-влево, она вообще идеальна Значит, что у нас на дверной карте? Слева у нас, как я уже сказал, память сидений Также блок управления стеклами Причем мне очень нравится расположение, то есть все под рукой И кнопки, и джойстики взаимодействия с зеркалами Здесь у нас с вами кнопки отключения ESP Это кнопка отключения системы торможения, когда мы с вами движемся задним ходом Вот, это кнопка включения автоматического режима, когда мы едем на дальнем свете Ну и непосредственно кнопка открытия-закрытия крышки багажника Далее, центральный подлокотник Он у нас инновационный, в каком плане? То есть вы можете открывать его, знаете, раньше игра была и слева И справа, и справа, и слева И когда вы его открываете, у вас под ним, если мы рассматриваем нашу комплектацию Комплектацию Comfort, скрывается, ну и также GR Sport Скрывается большой, достаточно вместительный холодильник Вот, но если мы рассматриваем комплектацию Elegance Там этого холодильника, следовательно, не будет Поднимаемся выше, и здесь мы видим два подстаканика Подстаканики с фиксаторами Очень здорово, что эти подстаканики разноуровневые То есть один более глубокий, второй менее глубокий Ну и, следовательно, в зависимости от того, что вы любите выпить Вы всегда сможете это пристроить Поднимаемся выше, здесь у нас с вами электрический стояночный тормоз То есть он сам активируется, когда вы переключаете коробку из режима Drive в режим паркинга И также он сам выключается, когда вы включаете из паркинга в Drive То есть начинаете движение, ну и, следовательно, или реверс Ниже у нас Auto Hold, система, которая позволяет вам, не воздействуя на коробку передач То есть оставляя ее в режиме Drive Выжав педаль тормоза до упора, заблокировать тормозную систему И она будет заблокирована до той поры, пока вы не нажмете или педаль газа Очень удобно, потому что не у всех, кстати, производителей премиального сегмента есть вот эти вот фишки Вот, а тут есть Значит, справа у нас беспроводная зарядка Беспроводная зарядка, она у нас идет, начиная с комплектации Comfort Говоря о ее габаритах Вот у меня телефон в чехле, но он действительно большой И он не совсем помещается Да, зарядка идет, но он не помещается То есть я свой телефон должен буду раздеть Видите, раздеть и голеньким положить вот сюда Ну, вот тогда, когда положила, началась зарядка Ну, опять же, у всего свои нюансы и особенности Может, у вас поменьше, и вы сможете сюда легко это положить Значит, слева у нас важный момент Если мы говорим о внедорожнике Здесь мы можем выбрать режим То есть мы можем выбрать H4 То есть когда наш автомобиль обычный, полноприводный, но, условно говоря, обычный И также режим понижающей передачи Вот, переключение происходит через нейтральную передачу То есть сначала вы переводите коробку в нейтральный режим и переключаете Выше у нас система, которая идет в комплектации Начиная с комфорта То есть система, позволяющая крутиться, так скажем, на одном месте То есть сокращать угол поворота То есть здесь происходит блокировка внутреннего колеса То есть вы выкручиваете руль и происходит блокировка внутреннего колеса И, следовательно, когда вы включаете газ Три колеса крутятся, а внутренние сблокированы И угол разворота меньше Но здесь важно, чтобы поверхность, по которой вы совершаете данное действие Она была, но достаточно скользкой То есть на асфальте вы можете так испортить Ну, не испортить, но эффективности это не даст Справа у нас кнопка блокировки межосевого дифференциала Вот, вот такие вот кнопочки Движемся дальше Здесь у нас с вами круиз-контроль, который позволяет двигаться на малых скоростях Это очень классная опция, потому что если мы рассматриваем настоящие внедорожники, они в них, вот эти опции должны быть То есть, представляем, что мы едем по суровому бездорожью, если этой системы нет, то вы нажимаете на педаль газа И тут вы попали в ямку, у вас нога срывается, и вы как дадите газу и закопаетесь А вот когда вы едете на этом круизе-контроле, специальном, так, круиз-контроле для внедорожки Вот, никогда этого не будет Выставляете скорость и добрый путь Всего у вас на выбор 5 скоростных режимов Вот, это действительно здорово Поднимаемся выше, здесь у нас блок управления Drive Mode То есть, вы можете выбрать один из нескольких вариантов То есть, можете выбрать режим Eco, Comfort, Normal, Sport S, Sport S Plus и Custom Режим Custom добавляется в комплектации в нашей только в 70-летии Custom это когда вы сами настраиваете то, как должен работать ваш автомобиль За этой дверкой у нас скрывается разъем USB классический и также USB-C Уже на данный момент тоже классический И розетка на 12 вольт, но она вообще мега-классика Выше CD-проигрыватель, это вообще огонь CD, это же круто, то есть не отказывайте себе в своих любимых привычках Поднимаемся выше, это кнопки, отвечающие за взаимодействие с мультимедийной системой То есть, тут все просто, скорость, выключить громкость, карта, меню, аудио, хом, сетап, ну и переключение То есть, все понятно, все интуитивно, все, ну, мне нравятся вот эти вот кнопки То есть, никакого сенсора, просто нажали и, как говорится, получили результат Зеркало у нас с автозатемнением, то есть, когда на него попадает свет, оно автоматически затемняется В принципе, как и боковые зеркала внешние Плюс у нас датчик света и датчик дождя во всех комплектациях И еще раз напомню, вот здесь у нас кнопки управления люком Люк у нас идет только в нашей комплектации 70-летия Но удивительно, что здесь два, точнее, четыре кнопки То есть, мы можем открыть, закрыть И также есть кнопка приподнять на проветривание, ну и, следовательно, закрыть То есть, вот такие вот две кнопки, ну, в принципе, правильно, да То есть, чтобы не перепутаться, точно нажать на кнопку и уж точно попасть В цель В комплектации Elegance у нас двухзонный климат-контроль В комплектации Comfort и выше у нас четырехзонный климат-контроль Климат-контроль с ионизацией воздуха Вот такой вот он хороший Ну, ионизация воздуха для того, чтобы жилось повеселее Чтобы с ним взаимодействовать, у нас есть вот такие вот кнопочки Прям мне они очень нравятся Опять же говорю, мне нравятся кнопки Я их люблю, потому что сенсор и штука спорная А тут прям кнопка-то кнопка То есть, здесь вы можете выбрать скорость вращения вентилятора И вся информация выводится на мультимедийную систему То есть, вы легко можете с ним взаимодействовать, да Повышать, понижать температуру и так далее Вот, также у нас с вами есть авторежим у обогрева и у вентиляции сидений, так же, как и у второго ряда сидений. То есть он сам определяет, что на данный момент нужно обогреть сидение или отвентилировать сидение. И, следовательно, если обогреть или отвентилировать, сам определяет скорость. Если вы не хотите довериться интеллектуальной системе, то нажимаете сами и выбирайте сами. Также у нас с вами здесь есть обогрев руля. Ну и давайте поговорим о теплых опциях. Во-первых, у нас есть дополнительный электрический отопитель салона. То есть это фен, так называемый, который обогревает салон до той поры, пока он не сможет быть прогрет разогретым двигателем это раз далее у нас идут электрообогрев форсунок стеклоомывателя то есть оттуда откуда попадают на жидкость всегда обогревается это два во всех комплектациях подогрев передних сидений это дополнительные опции то есть комплектации elegance этого нет начиная с комплектации комфорт у нас обогрев подогрев сидений подогрев руля и подогрев лобового стекла вот подогрев лобового стекла нитью мой важный момент что несмотря на то что у нас нити обогрев лобового стекла у нас есть проекция на лобовое стекло то что У других производителей часто так, или, или, а вот здесь и то, и то у вас может быть. Ну и давайте поговорим о мультимедийной системе, добрались, так скажем, мы до нее. Итак, значит, это кнопки взаимодействия с мультимедийной системой. Тут все достаточно просто, нажми на кнопку, получишь результат. То есть здесь кнопочки, вы с ними взаимодействуете, это у всех так. А вот чего не у всех, это размер экрана. То есть только в нашей комплектации будет 12,3 дюйма. Если мы рассматриваем комплектацию Elegance Comfort, там будет меньше 9-дюймовый экран. Значит, в рамках этого экрана есть вся необходимая, ну, в общем, все необходимое. То есть у нас здесь есть и Android Auto, и Apple CarPlay, меню, аудио, хом, сетап, ну и дальше прокручивать. Ну и давайте пройдем по пунктам. Значит, мэп, здесь у нас карта, с ней мы можем взаимодействовать. Как видите, то есть у нас сохраняется информационная часть, и вот мы можем, кстати, перенаправлять. То есть где, с какой стороны нужно, чтобы что располагалось, удобно, хорошо. Ну вот, я хочу, чтобы карта была поближе ко мне, и я могу с ней взаимодействовать. С точки зрения шустрости, ну, есть, хорошо. Вот, карта у нас обновляется на сервисе. Значит, дальше, аудио, что у нас здесь есть? AMFM, другой, да, диск, это здорово, что есть диск. Дальше, USB, Bluetooth и непосредственно Miracast. В рамках Android Auto, давайте все-таки натурально отправим, так, чтобы нам было удобно. Есть карты, карта Google с пробками, то есть вы можете сказать, окей, Google, да, и улица Таллинская. Показаны результаты по запросу, да, и улица Таллинская. Вот, и, да, и улица Таллинская. И, следовательно, мы строим маршрут, и он нам строит его согласно пробкам. То есть все понятно, все привычно, все как вы любите. Плюс, если не любите эти пробки, эти карты, то можете воспользоваться другими картами, например, 2GIS. Плюс, у нас есть YouTube музыка, Яндекс музыка, опять же, если они у вас есть в рамках вашего телефона. То есть, если вы установили эти приложения. Плюс, данная система может читать сообщения, если они вам приходят в письменном виде, она их может произвести, воспроизвести голосом. Вот так вот все здорово и хорошо может быть, если у вас будет этот автомобиль. Далее, что у нас здесь? И настройки непосредственно, то есть мы можем с вами настраивать то, как это все будет. Важный момент, что с 9-дюймовым экраном у нас выдает 6 динамиков, и в нашей комплектации 12,3-дюймовой мультимедийной системой идет уже 14 динамика и саввуфер. Значит, тут еще помимо того, что это больше объема и больше динамиков, есть встроенная навигация России. Вот, потому что, ну, мы сами понимаем, что Android Auto и Apple CarPlay это классная тема, но бывают места, где интернет не ловит, и вот штатная навигация вас как раз в эти сложные ситуации выведет из-за непредвиденных сложных ситуаций. Начиная с комплектации Comfort, я уже сказал, у нас появляются 4 камеры, создающие пространство 360, и также появляется система Multi-Train Monitor, то есть, чтобы ее активировать, мы должны перевести автомобиль в режим понижающей передачи, и тогда вот из обычного, из обычной камеры он превращается в суперкрутую камеру, то есть мы видим с вами боковые колеса, мы видим, куда они наезжают, и самое главное, мы видим переднюю часть нашего автомобиля. Ну, в общем, все, видим то, что необходимо, когда мы едем по сложным участкам, чтобы не заехать туда, куда не стоит заезжать. Вот это удобно и хорошо. И также мы с вами видим угол нашего автомобиля, то есть заваливаемся мы или пока еще не особо. Парктроники у нас идут сразу, начиная с комплектации Comfort, то есть в комплектации Elegance у нас только камера заднего вида, но самое главное, что камера заднего вида с омывателем. Это круто, то есть вам не нужно выходить, ее постоянно протирать, просто нажали, она сама очистилась, и красота до порядка. Давайте поговорим о техпомощниках, которыми наполнен Land Cruiser 300. Итак, первая система, которая идет во всех комплектациях, это стабилизация прицепа, то есть есть система, которая анализирует движение прицепа, и если она понимает, что прицеп раскачивается, он за счет тормозной системы начинает его стабилизировать. Ну, вот тормозная система автомобиля. Далее помощники, которые идут, начиная с комплектации, точнее, только в комплектации Comfort Plus и выше. Функция выезда с парковки задним ходом с функцией оповещения, визуального оповещения, информирования и экстренного торможения. То есть автомобиль при движении задним ходом анализирует пространство, и если он видит там опасность, он об этом вам, информацию об этом выводит на приборную панель. Если вы не реагируете, то он, воздействуя на тормозную систему, стремится избежать или минимизировать последствия дорожно-транспортного происшествия. Важный момент, что он работает на малых скоростях. То есть если вы прям разозгонитесь, то он не среагирует. Это первая система. Система мониторинга слепых зон. Автомобиль анализирует пространство позади вашего автомобиля, и если видит, что в слепой зоне есть автомобиль, выводит вам на зеркала информацию об этом, чтобы вы были правильно осведомлены. Система поддержания постоянной скорости на бездорожье, да, с пятью фиксированными скоростями. Это система Crow Control. О ней мы уже говорили, но это классная система, действительно, ей нужно пользоваться. Cruise Control с функцией поддержания безопасной дистанции до впередущего автомобиля. То есть есть у нас обычный Cruise Control, есть интеллектуальный, кто его как называет, Cruise Control. В общем, смысл в том, что в обычном Cruise Control вы просто выставляете скорость, выше которой ваш автомобиль не будет ехать, точнее, с которой автомобиль ваш будет ехать. А в адаптивном Cruise Control, в интеллектуальном Cruise Control, то есть вы задаете скорость, выше которой ваш автомобиль не будет разгоняться, и он работает вплоть до полной остановки, и вновь разгоняется. То есть он адаптируется к потоковому транспорту, и, следовательно, вы выбираете дистанцию до потокового транспорта, разница примерно в один кузов, вот, то есть выбираете эту дистанцию, и, следовательно, автомобиль начинает адаптироваться. Передущий автомобиль разгоняется, вы разгоняетесь, он тормозит, и вы тормозите. Но, правда, если он разгоняется выше установленной скорости, то выше этой скорости ваш автомобиль не поедет Вот, это раз И данная система работает вплоть до полной остановки Немножечко стоит, если вперед идущий автомобиль не едет То, следовательно, вам нужно, чтобы активировать данную систему, нажать просто на педаль газа, и она вновь активируется Важный момент, у нас еще есть система определения дорожных знаков Благодаря камере, которая располагается под лавовым стеклом, мы определяем дорожные знаки Выводим об этом информацию нам на проекцию или на приборную панель И самое важное, что данная система способна взаимодействовать вместе с круиз-контролем То есть адаптировать ваше движение к тем знакам, которые указаны Вот, это действительно круто, то есть на круиз-контроле вы можете не прибегать к педали тормоза и к педали газа Она все сама за вас делает То есть сама считает знаки, и, следовательно, сама, если вы скажете так делать, адаптирует скорость вашего автомобиля Следующая система – это система удержания в полосе И самое важное, что по центру движения Потому что есть производители, у которых данная система работает по принципу пинг-понговского мяч То есть она от полосы к полосе ваш автомобиль бросает То есть здесь важный момент, что данная система работает только в том случае, если есть дорожная разметка Если нет дорожной разметки, следовательно, ему не к чему привязаться Так вот, если есть дорожная разметка, ваш автомобиль стремится удержаться по центру Это действительно очень круто Это помогает, во-первых, расслабляться на дальних дистанциях, а во-вторых, это обезопасивает То есть, например, если вы перестраиваетесь без включенных поворотников Автомобиль, воздействуя на рулевое колесо, стремится вернуть вас в полосу Важный момент, для чего это? Например, едете вы по трассе, ночь, вы немножечко закемарили, и руль уходит, потому что ваша рука расслабляется и тянет руль в сторону Так вот, данная система вернет вас, и важный момент, что пока вы не снимете руки с руля, она будет работать А вот если вы снимаете руки с руля, то она понимает, что как бы что-то такое, она вас предупреждает, предупреждает, а после, к сожалению, отключается Потому что помним, что это всего лишь помощник, а не круиз-контроль Но опять же, все идет к этому Система контроля и информирования об усталости водителя То есть автомобиль определяет стиль вашего вождения, как вы перестраиваетесь, какой стиль вашего вождения И если он понимает, что вы едете монотонно, без изменений, то он вам выведет на приборную панель информацию о том, что обратите внимание, вам пора отдохнуть Ну, самое лучшее поприседать, кофе нынче не в моде, а вот приседание, да, прям круто Ну, кровь пошла по организму, значит, вы проснулись Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения, и она определяет велосипедистов, пешеходов и автомобилей То есть, если они выскакивают на дорогу, автомобиль вас предупреждает, если он понимает, что нет времени на предупреждение Он, воздействуя на тормозную систему, стремится избежать или минимизировать последствия дорожно-транспортного происшествия Важный момент, что, опять же, здесь важна скорость То есть, он работает там в диапазоне вроде до 80 км в час, если мы говорим о пешеходах и велосипедистах Вот, потому что если скорость выше, то он просто физически не остановится Но оптимально, вот, когда они срабатывают прям на все стоят, там в районе 65 км в час То есть, для города прям тема очень крутая Особенно, вот, если там люди выскочили, она быстренько раз и оттормозилась Плюс у нас есть система проезда перекрестков, точнее, повороти на перекрестках То есть, вы включаете левый поворотник и собираетесь совершить поворот налево Дальше, автомобиль анализирует транспорт И если он видит, что может случиться дорожно-транспортное происшествие Он, опять же, предупредит, а после воздействия на тормозную систему избежит или минимизирует последствия Важный момент, что встречный транспорт, его скорость не должна превышать, там, порядка 75 км в час То есть, если скорость выше, то он просто не сумеет среагировать Вот, ну и ваша скорость не должна превышать, там, порядка 10 км в час То есть, если вы едете быстрее, то он понимает, что это уже какой-то непростой поворот, а что-то такой вход с юзом И важный момент, что он работает как на левые повороты, так и на правые повороты Вот такая вот классная инновационная система Минута субъективности Land Cruiser 300 это уже не Land Cruiser 200 Это следующий уровень Следующий уровень и по визуальному облику И следующий уровень по технологиям То есть здесь у нас есть все самые современные технологии И самое главное, что помимо того, что они добавили сюда нового Они сохранили крутое старое То есть проходимость автомобиля сохранилась на высоком уровне Улучшились углы съезда и въезда Плюс сидение по сравнению с 200 здесь значительно интереснее и комфортнее И появилось много того, что вы просили И вот оно вот здесь есть Ну и конечно же самый важный момент Это легенда И с этой легендой стоит познакомиться вживую И что еще нужно сделать правильно? Стать владельцем данной легенды Так что Land Cruiser 300 с покупкой вас